Итак, мы на финишной прямой. Наш зайка почти готов. Теперь наведем ему красоту. Вот нам и понадобились наши обратные иголки. Обратная иголка вытаскивает шерсть из нашего зайки. У меня в городе обратные иголки были только одного размера, поэтому пользуйтесь теми, какие найдете. Итак, я начинаю обычно с мордочки. Берем нашу обратную иголку и начинаем выдергивать шерсть. Зазубринки в такой иголке находятся в другую сторону, поэтому шерсть не уваливается, а наоборот вытаскивается. И начинаем обрабатывать всю поверхность нашего зайки. Очень тщательно распушиваем всего-всего зайку. Пушение процесс не быстрый, не торопитесь. Если у вас иголки маленькие, тоненькие, сороковые, то вы можете здесь две иголки. Этот процесс ускорит. У меня иголка толстая. Я буду добавлять, вытаскивать, пушить одной иголкой. Пушим все-все. Бровки, голову. Периодически расчесывайте попадеркой. Смотрите, как начинает преображаться наш зайчишка. Продолжение следует... 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 И так, после того, как вы распушили нашу зайку, он получился вот такой, совсем у нас лохматый. Нужно немножко подстричь лишнюю шерсть, так, чтобы зайка все-таки была у нас аккуратненький. Аккуратно ножничками подстригаете лишнюю шерсть, побольше номерочки, вокруг глазок, чтобы глазки были хорошо видно. То, что совсем длинно распушилось на цибле, лапках, ушках. Так что, зайка будет аккуратненький, симпатичный. Состребите лишнюю шерсть, там, где у нас ротик. И чтобы линия ротика была хорошо видна. Теперь можете провалять толстой иголочкой, чтобы линия ротика хорошо выделялась. Вот такой милашка у нас получается. Потом, в дальнейшем, вы можете расчесывать его зубной щеткой. Она не будет выдирать шерсть из вашего зайки. Не будет только ее причесывать. Вот такой зайка у нас получается. И осталось только немножко подтонировать.